Ребята, привет! У меня для вас отличная новость. Мы получили очень крутые копию AirPods. Очень крутые наушники, копию AirPods. И смотрите, чем же они крутые, чем же они отличаются от всего остального, что есть на рынке. Мы ездили в Гуанчжоу, мы ездили в Гонконг на выставку, мы ездили на различные фабрики, и все было не то. Мы ходили по рынкам, искали поставщиков, и ничего до сегодняшнего дня толкового не было. И вот это то, что претендует на звание действительно неплохой, качественной копии. Смотрите, вот упаковка. Упаковка крутая. Упаковка очень сильно напоминает оригинальную. Здесь есть все маркировки, здесь есть логотипчик такой, он перфорированный, такой 3D-шечный. Здесь у нас есть логотип, здесь надпись AirPods, сзади вот так вот выглядит. В общем, коробка очень крутая. Теперь все, что у нас внутри. Внутри у нас вот такой вот бокс, вот у меня есть оригинальный. Давайте сравним с оригинальным, он чуть-чуть больше, чем оригинал. Мне очень нравится здесь пружинка. Вот как она работает, как она закрывается. На предыдущих копиях, которые я смотрел, эта пружинка, она очень плохо функционировала. То есть нужно было самому закрывать, защёлкивать. Здесь очень напоминает ощущение оригинальных наушников. Дальше по самим наушникам. Сами наушники вот такого вот размера. Они чуть-чуть, чуть-чуть больше, чем оригинал. В ухе вообще не будет заметно. Никаких кнопочек здесь нет. То есть эти наушники работают над тач-движением. То есть дотрагивайтесь и производите какое-то действие. Они включаются так и выключаются. И песни можно перематывать, и включать, и выключать музыку тоже одним касанием. Сейчас я вам это попытаюсь продемонстрировать. Вот сейчас мы их включим. Так они включаются. Они должны синхронизироваться автоматически. Вот они автоматически синхронизируются между собой. В отличие от других наушников. Обратите внимание, что во время проигрывания музыки ничего не горит. Нет вот этих красных лампочек ужасных, которые светятся в ушах. То есть они выглядят довольно-таки симпатично. Иногда мигают вот тут вот синие вот эти лампочки. Но пока только так. Но в принципе они не напрягают. Они автоматически уже законнектились к моему телефону. Потому что я их уже до этого подключал. К сожалению, вы не можете послушать звук. Но звук очень крутой. Есть и частоты, есть и басы. Ничего не хрипит. Играют они довольно-таки громко. То есть если слушать музыку, то не слышно вокруг. На полной громкости не будет слышно то, что происходит вокруг. То есть они, внешний шум, они полностью перебивают. То есть звук достаточно громкий. Звук очень классный. Очень мне понравился. Понятное дело, что это не оригинал. Но и стоят они в несколько раз дешевле. Не в несколько, а в пять. В пять. Вот. Поэтому и звук соответствующий. Но звук очень крутой. Дальше. Что стоит сказать? Что стоит сказать? Смотрите. Вот у нас трек включен. И одним движением мы можем включать музыку и выключать. Нажимать на паузу. Вот так вот. Оп. А если я сейчас нажму два раза, то трек переключится на другой. Так. Видите, переключился. Один раз нажимаю и пошло играть. Все. Музыка пошла. Вот. Что стоит еще сказать про эти наушники? Я вам не сказал то, что они могут заряжаться от самого кейса. То есть не обязательно заряжаться от шнура. То есть здесь кейс служит аккумулятором. Как в оригинале. Во-первых, сейчас давайте их выключим. Выключаются они таким же образом, как и включаются. Вот так вот. И вот так вот. И все. Они пошли заряжаться. Видите, лампочка синенькая горит. Ну вот здесь тоже можно увидеть, что они заряжаются. Почему-то красный не горит. Ну вот, там видно, да? Красный, синий мергает. Если вставить шнур, то здесь будет полностью гореть все красным цветом. И вот эта лампочка тоже будет гореть красным цветом. Очень крутая копия. Очень достойная. Она у нас появится в продаже примерно через 3 недели. И будет стоить до 3000 российских рублей. Соответственно, в рознице вы можете продавать их за 5, за 6. Кто за сколько. Кто за сколько. Кто за сколько.